МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Исламскому государству Запад и Сирия теоретически могут оказаться по одну сторону баррикад. Друзы на голландских высотах не хотят повторить судьбу езидов в Ираке. Столица британского Уэльса Кардив и соседний город Ньюпорт на два дня оказались в буквальном смысле запечатаны. Не подступиться ни по суше, ни по воздуху, ни по воде. Правильно делают. Не хочу смотреть, как завтра город заполнят эти нигилисты, анархисты, будут бить стекла, как в Чикаго два года назад. Не хочу, чтобы такое произошло в моем городе. Честно говоря, они меня просто бесят. Размеренную жизнь валийцев нарушила одна из самых важных встреч в международном календаре – саммит НАТО. Повестка дня встреч оказалась под стать принятым беспрецедентным мерам безопасности. Альянсу уже почти 70 лет. Он создавался в противовес Советскому Союзу, которого уже нет. Поэтому по многим параметрам должен был уйти в прошлое. Однако НАТО проводит крупнейший саммит с участием множества стран. И снова возвращаются к обсуждению вопросов качественного вооружения, организации сил специального назначения, размещения войск у границ Европы, территориальной защиты европейского континента. После окончания Холодной войны никто и не предполагал, что в НАТО когда-нибудь снова будут обсуждать такой круг вопросов. Еще год назад в Нью-Портен планировалось обсудить будущее Альянса в целом. Но после события в Украине этот вопрос, как говорят в блоке, решился сам собой. Организацию надо только усиливать и развивать. В НАТО произошли самые существенные изменения за последние десятилетия. Если в двух словах это прозвучит, наверное, так. Балтия, Польша, спецназ, базы. Сегодня мы договорились создать то, что я назвал бы «Острием копья». Это будут мобильные группы в количестве нескольких тысяч. Войска, включая специальные силы, которые в течение нескольких дней смогут развертываться на проблемных территориях с воздуха или моря. Это решение несет четкий посыл. НАТО защитит всегда и всех своих членов. Напавший на одного будет иметь дело со всем Альянсом. Разместить эти силы на своей территории готовы страны Балтии, Польша и Румыния. Обсуждали также вопрос финансирования. В НАТО добиваются, чтобы все члены блока тратили на военные нужды не меньше 2% ВВП. Пока это требование выполняют лишь несколько стран. Убедить остальных не удалось. У всех проблемы в экономике. Тема вывода войск из Афганистана, которая по плану, составленному еще в прошлом году, должна была быть главной, сама собой отошла на второй план. Афганский вопрос в повестке саммита НАТО заменила угрозу со стороны экстремистской группировки исламской государства. Североатлантический блок не будет напрямую воевать с ней, но члены Альянса могут по своему усмотрению вносить любой вклад в борьбу с этой организацией, заявило руководство НАТО. Желающих сделать это прибавилось после второй публичной казни американского журналиста. Американские разведслужбы подтвердили подлинность видеозаписи, на которой экстремисты обезглавливают американского журналиста Стивена Сотлафа. В Вашингтоне пообещали поймать его убийц. Когда наносят вред американцам, мы этого не прощаем и не забываем. Мы будем преследовать их до ворот ада, пока они не будут привлечены к ответственности. Вообще, боевики исламского государства разозлили уже многих. Приисподней им пригрозил не только американский вице-президент. Они не имеют никакого отношения к исламу, понятия не имеют, что такое Коран и Суна. Я подчеркиваю, что свои дни они закончат под жаркими лучами солнца в Сирии и Ираке. И первое же мгновение смерти встретит их пламя вечного ада, написал президент Чечни Рамзан Кадыров в Инстаграм. Это был его ответ на недавние угрозы исламского государства развязать войну против России, чтобы, цитата, «милостью Аллаха освободить Чечню и Кавказ». Конец цитаты. Боевики обратились и к лидеру Сирии Башару Асаду, пообещав начать наносить авиаудары. Угрожали они и Швеции, и еще нескольким государствам. На полях саммита НАТО в Нью-Порте государственный секретарь США Джон Керри заявил о намерении создать коалицию стран для противодействия исламскому государству. В Вашингтоне заявляют, что для этого готовы работать с любой страной. Переговоры о вступлении в союз ведутся даже с теми, кто еще совсем недавно подпитывал так называемое исламское государство в Сирии, Катаром и Саудовской Аравии. Ситуация уникальна еще и другим. В 1991 году США организовали международную коалицию против Саддама Хусейна. Какого результата они добились, знает весь мир. Ее вдохновителем стал тогдашний госсекретарь США Джеймс Бейкер. И вот через 10 лет после смерти Хусейна более половины территории Ирака боевики объявили исламским халифатом. И для борьбы с ними, по мнению нынешнего американского госсекретаря Джона Керри, коалиция Бейкера является золотым стандартом военной дипломатии. Правда, есть одна проблема. Американские власти, не признающие легитимность правления Башара Асада, говорят, что существует вакуум власти в Сирии. И это мешает включить ее в коалицию. Но последняя инициатива Вашингтона теоретически ставит Запад и Асада по одну сторону баррикад. И признают, что правительственные войска воюют не с оппозиционерами, а с экстремистскими группировками, желающими установить в Сирии не демократию, а халифат. Сирия – это совсем другое дело. В Сирии не только исламское государство. Там и Аль-Нусра, и Аль-Каида, и множество других различных террористических организаций. Ожиточенные бои правительственных войск Сирии с одной из организаций фронта Аль-Нусра стали причиной переливания конфликта на территорию соседнего Израиля. При этом боевики направили оружие против миротворцев ООН, контролирующих границу Сирии и Израиля. Вытесняющая боевиков из страны сирийская армия ведет бои у самой границы с Израилем в районе Голландских высот. Отступая под натиском правительственных сил, боевики повернули оружие против миротворцев ООН, контролирующих сирийско-израильскую границу. В окружение попали 77 голубых касок из Филиппин. Позже им удалось вырваться из осады, но в заложниках у исламистов до сих пор находятся 43 миротворцы из Фиджи. Повстанцы не говорят нам, где находятся наши военнослужащие, но по-прежнему заверяют в том, что с ними хорошо обращаются. Голландские высоты до 1967 года являлись частью сирийской провинции Кунейтра, но были захвачены Израилем в ходе шестидневной войны. В 1981 году Израиль в одностороннем порядке провозгласил свой суверенитет над этой территорией. В том же году аннексия была признана недействительной резолюцией номер 497 Совета безопасности ООН. С 1974 года город Кунейтра находится в нейтральной демилитаризованной полосе между израильской и сирийской границей и остается практически необитаемым до настоящего времени. На границе Сирии и Израиля миротворцы следят за прекращением огня и разделением территорий между двумя странами уже более 40 лет, но впервые попадают под огонь. Филиппины намерены вывести своих военнослужащих из состава сил ООН на голландских высотах. То же самое собираются сделать Австрия, Япония, Ирландия и Хорватия. За драматическими событиями на границе напряженно следят 20 тысяч друзов, живущих на голландских высотах. Четыре друзские деревни находятся всего в 10 километрах от места боев. Друзы не мусульмане и не иудеи. У них своя особая тайная религия, о которой почти ничего не известно. И они опасаются, что если на Голланды придут исламисты, их постигнет участь иизидов в Ираке. Кто за это поплатится? Разумеется, все жители голландских высот. Боевики исламского государства разбираться не станут. Они убьют нас всех. Мы видим по телевизору, по интернету, что они вытворяют. Мы в большой опасности. Жители голландских высот продолжают считать себя сирийцами и требуют возвращения территории Сирии. В начале сирийской гражданской войны часть друзов выступала в поддержку революционеров из свободной армии Сирии. Но теперь даже те, кто считал режим Башара-Осада диктаторским и мечтал о демократизации Сирии, удостоверили, что ни о каких свободах не может быть и речи. Мы являемся неотъемлемой частью Сирии. У нас одна идентичность. Но вот ирония судьбы. Мы живем под израильской оккупацией. Но оказалось, что здесь мы в большей безопасности. Вот в чем трагикомичность этой ситуации. Комичная прогулка караульного у Букингемского дворца в Лондоне стала хитом YouTube на этой неделе. Но, как оказалось, не все гвардейцы Ее Величества столь добродушны и нервы у них нежелезные. В этом вы сейчас убедитесь сами. А я с вами прощаюсь. До следующей недели. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok